Картины ускользающего мира по-японски уки-йо-э. Такое название носит графика эпохи Эдо, нынешнего Токио, в период с 17 до начала 19 века. Сюжеты самые разнообразные, от уличных жанровых сценок, литературных мотивов, до иллюстрации мест преступлений, портретов гейш, актеров театра Кабуки и изображений птиц и цветов. Цветная гравюра была необычайно популярна в Японии. Ею украшали веера, интерьеры домов, использовали в качестве афиш для театральных постановок, рекламы чайных домов и многих других целей. В Японии вообще на Востоке очень чтится красота в первую очередь. Как она быстротечна, как она проходит. На выставке все распределено по блокам. Вообще она сделана очень рационально и очень интересно. Перед каждым блоком располагается стенд информационный, где можно почитать, допустим, о портретах гейш, например, о природе, о цветах, о самураях. Ксилография, гравюра на дереве – основная техника выполнения таких картин у скользающего мира. Метод коллективной работы художника, резчика и печатника, узкая специализация мастеров, цеховая организация довольно трудоемкого процесса обусловили специфику японской гравюры того времени. На деревянной доске вырезается изображение, накатывается краска и под прессом делается оттиск на бумаге. Такая гравюра достаточно доступна. Если мы будем обращаться к истории искусства, то можно провести такие параллели, как искусство малых голландцев 17 века, которые произвели революцию в искусстве, отказавшись от религиозных или каких-то светских сюжетов, используя образы жизни, быта простых людей, ремесленников, крестьян, горожан. К этому обратились и японские художники. Несмотря на бытовые сцены, японская гравюра Уки Йоэ подчеркивает эфемерность исчезающих мгновений жизни и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени. Тем самым отсылает зрителя к философии дзен-буддизма. В экспозиции 63 ксилографии времен расцвета изобразительного искусства, поэзии и театра Японии. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».